Итак, собственно мы с вами поговорили про монокультурное взаимодействие с точки зрения неоэкономики. То есть как на самом деле работают механизмы, когда две страны с разной степенью разделения труда начинают между собой взаимодействовать. Напомню, что вся эта наша с вами беседа, она идет с целью выяснить, почему Россия не Америка. Вот в предыдущих беседах я вам уже показывал, что Америка строила свой воспроизводственный контур примерно на 2 миллиарда человек. Из них, так как это капитализм, то там 1 миллиард это те ребята, которые в контуре выше экватора находятся по балансу потребления. То есть вот они работают и что-то получают. Они либо получают эквивалент, либо чуть больше, чем работают. А миллиард это те ребята, которые ниже плинтуса находятся. Это те ребята, которые работают как в Бацване, но потому что у них технология немножко другая, они вынуждены свой труд продавать в 4, а то и более раз дешевле. Это первый момент. В советской системе разделения труда при всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех 800 миллионов человек, при том, что советская система, она экономическая, она в отличие от капитализма не подразумевала эксплуатации. Привет Карлу Марксу, эксплуатация есть, ты прав. И там как бы не было такого разделения, вот золотой миллиард и вот там голопузы. Это первый момент. Второй момент. Как мы только что с вами показали. Да? Мы же что-то показали. Вы тоже сделаете какие выводы, почему Россия не Америка. То есть как только Советский Союз сложил лапки аккуратненько и сказал, ребята, что такое переводной рубль, да ну его нафиг. Доллары. Вот настоящая свасть. Доллары. Мы так классно торгуем. Ой, правильно сказать так. Ну нам же нужны аппараты МРТ. В нашем предметно-технологическом множестве, в советском, аппарата МРТ нет. Но где-то в правительстве уже сидит Атолий Чубайс, который говорит, ребята, зачем делать собственные аппараты МРТ, тем более мы это не можем сделать. Давайте мы что-нибудь продадим ненужное и купим что-нибудь нужное. Тут, кстати, вспоминается Кот Матроскин, который говорил о том, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. А у нас денег нет. Но вот что-то ненужное у нас оказалось нефтегаз. Вот нефтегаз мы стали туда продавать и получать за это евро и доллары. Но евро тогда еще не было. Доллары и европейский EQ. А потом на эти доллары и европейский EQ стали покупать там всякое разное интересное. Всякое разное интересное, например, аппараты МРТ, рентгены, компьютеры, там всякие разные полупроводники и прочее, прочее, прочее интересное, классное, здоровское. Но, так как мы были страна с высокой системой разделения труда, то мы покупали там зерно. И не надо об этом забывать. Это очень интересный факт. Мы завозили из Канады зерно. Канада поставляла зерно в Соединенные Штаты и в СССР. Привет, канадские фермеры. Так, а чем вообще для Германии грозит этот долг, как бы говоря, 35 миллионов? Ну, собственно, это не совсем долг. Это дефицит товарного оборота. Баланс. В Америке там долг несколько миллиардов. Нет, там нет прямой взаимосвязи. Долг – это долг. Ну, вот, еще раз, смотрите. В Германии были евро. Физически. Они там были. Про то, что такое деньги и какова роль монетизации в экономике, мы будем рассказывать в отдельной лекции. Поверьте мне, то, что в Германии эти евро были, и они там нужны, это действительно важно. Они там были, но их в результате нехитрой операции взяли и куда? В гольф-клуб. Где этот гольф-клуб? В Германии он, в Ботсване, я не знаю, в Швейцарии, Гонконг, Сингапур, Англия. Абсолютно без разницы, где ребята резиденты сидят, где Афанасий Никитин со своими друзьями. Но смысл в том, что эти деньги больше не немецкие. Все, их вывезли из Германии. Капитал ушел. У них образовалась вот такая вот вещь. Для того, чтобы в экономике снова появились деньги, Германия должна где-то эти деньги взять. Например, взять их в долг у этих ребят. Вот так образуется государственный долг. Ну, а раз уж мы начали печатать долговые обязательства, то чего ограничиваться только выбывшими деньгами? Неплохая схема для эмиссии. Просто печатать евро. Мы пробовали. Мы печатаем евро, у нас инфляция. Ну, потому что мы не смотрели лекции Шапира. Мы не знаем на его экономику. Мы не знаем, как правильно делать эмиссию. А вот если мы печатаем не совсем евро, а мы печатаем долговые обязательства, евробонды, так называемые, мы печатаем. Их, соответственно, кто-то покупает, и у нас образуется евро. То, что мы за эти евро продали бумагу, ну, это уже как бы не эмиссия. И самое главное, что вот через вот так вот эта эмиссия, она к инфляции не приводит. Почему нам неизвестно? Мы вот такие вот тома целые написали. Наши номеровские лауреаты написали целые тома. Почему вот таким образом, если производить эмиссию, то это не эмиссия, и, значит, не будет инфляции. А в конце все как у Russian Big Boss. Ну, это не точно. И все. А мы точно знаем. Поэтому ответим. Так. Что мы должны еще завесить, закончить? Значит, ребят, что у нас по факту-то произошло? Наш юной друг абсолютно правильно нас на это направил. Смотрите. У нас был воспроизводственный контур, в котором, ну, давайте, n равно, ну, условно, вот сколько там n равно? 10 тысяч. Хорошо. 10 миллионов. Предмет технологическое множество наше. 10 миллионов. И у нас была бацвана. Воспроизводственный контур 2, в котором n было 5 тысяч. Да? В результате они у нас начали взаимодействовать, и образовался новый воспроизводственный контур. какой-то 3, со знаком вопроса. Вопрос-то в чем? Чтобы вот это у нас был воспроизводственный контур, он должен отвечать, какое главное? он должен своему определению соответствовать. В определении сказано, что воспроизводственный контур это сбалансированная по производству и потреблению структура, которая использует ресурс на 100%. Какой ресурс? Мы с вами один ресурс в модели смотрели. У нас там зависло 35 млн человека часов. То есть, при условии, что у нас... Ну, мы понимаем, да, что вот эти 5, они входят вот сюда. Вот эти 5. То есть, у нас что-то должно здесь произойти. Должен произойти так... И у нас вот здесь вот перещелкнулся, и у нас должно встать вот так вот. 10 миллионов 1н. И вот эти 35 миллионов, они должны такие... Пум! И сюда как-то встроиться. Причем полностью, сто процентов. Потому что, если хотя бы один чувачок отсюда выскочил, то вот этот один чувачок, он у нас стал арбинзончиком. А если их 10 миллионов, таких арбинзончиков выскочило? А если 10 миллионов, это все население Бацваны? То у нас что получается, что нет воспроизводственного контура? Он не возник? То есть, у нас был воспроизводственный контур, где были фермеры, условные фермеры. Скайлон, но все-таки. У нас были инженера, у нас были... Помните, да? Не буду перечислять. А в результате взаимодействия у нас... Вот отсюда высыпалось горохом какое-то количество арбинзончиков. И отсюда какое-то количество арбинзончиков высыпалось. И вот они теперь, вот они. 35 миллионов человек-часов. Вот они. Превратились у арбинзончиков. У них было N 5000. А у кого-то даже было N 10 миллионов. А теперь у них N 0. Где у нас современные робинзоны обретаются? На помойках? На доставках. Нет. Это те, которым повезло. Это те, которые вот сюда, вот один. У нас появилась профессия курьера, и вот они сюда вписались. Ну уж как-никак, но вписались, да? Окей. А те, кто не вписались? Ну реально, вот они по помойкам шарятся, бронжуют там. В подходах роются. Чем не робинзон? Ты один, твой друг, пятница. Открываете мусорный бачок и смотрите, что вам прислало проведение. Лопату, ружье, окорок. Не очень гнилой банан.